Спасибо. 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 Углубленная информатика. Она у нас дробится, и исторически мы ее начали дробить на две большие, скажем так, на два направления. То есть это не везде можно так встретить. То есть очень часто в школах есть четыре часа информатики, просто углубленной, и там преподаватель как-то детей учит. Мы это дело разделили, и это показывает достаточно хороший эффект. То есть у нас есть отдельно два часа в неделю это программирование, и есть отдельно два часа в неделю теоретическая информатика. То есть на программирование они ходят раз в неделю программировать, на теоретической информатике они решают задачи, связанные с алгебрилогикой, связанные с системой исчисления и какими-то другими темами, которые можно покрыть, скажем так, без компьютера. То есть стараемся их заставить работать головой, а не только нажимать на кнопки и программировать. И, соответственно, здесь же, за счет того, что мы так разделили, мы можем приглашать разных преподавателей на эти курсы. То есть у нас теоретическая информатика очень часто читают люди из вуза, которым просто нравится математика. А программирование у нас читают очень часто люди из вуза, которые привыкли читать программирование. Вот и все. То есть мы тут чуть-чуть отходим от этой системы, когда у нас один учитель ведет полностью 4 часа. Мы можем ставить двух разных преподавателей, каждый из которых любит чуть-чуть больше свою тему. Ну и также у нас есть пользовательский курс, это 2 часа в неделю в 10 классе. Но, соответственно, раньше когда-то он у нас шел в течение целого года, сейчас мы его даем на самом деле всего лишь на всего полгода. Что такое пользовательский курс? Ну, это пакет приложений такой, как Microsoft Office, то есть Excel, Word, все остальное, таблицы, ну и Python, анализ данных. То есть, ну, по нашему опыту с нашими учениками у нас, получается, нам хватает полгода для того, чтобы это рассказать. Когда-то мы это читали год. Ну и также надо отметить, что у нас по пользовательскому курсу разработан онлайн-курс, который доступен на платформе online.hse.ru. Насколько я знаю, можно запросить демонстрацию данного курса, посмотреть его даже при желании и использовать его в своем учебном процессе. Как это делается, я не знаю, надо писать, узнавать. Но, в принципе, такой курс существует, мы по нему учимся, и он в каком-то роде предлагается, насколько я знаю, другим учебным заведениям тоже. И давайте посмотрим тогда пример того, что у нас может получаться с индивидуальным треком нашего ученика. То есть, например, он хочет программировать, много программировать и участвовать в Олимпиадах. Тогда он выбирает углубленную информатику, выбирает практикум по программированию, не оговорился, простите. Ну и также может выбрать и ходить на факультатив по подготовке к Олимпиадам по информатике. То есть, в конечном итоге у него будет 8-10 часов программирования информатики в неделю. Либо, если он все-таки не собирается побеждать в Олимпиадах по информатике, но хочет как-то, например, программировать, он может выбрать трек «Угубленная физика». У него будет базовая информатика 2 часа в неделю. Но для того, чтобы как-то усилить свои навыки, он будет ходить на практикум по программированию 2 часа в неделю, там заниматься программированием, ну и параллельно заниматься подготовкой к Олимпиадам по физике. То есть, вот такая вот система, когда ученик может выбирать, позволяет ему как-то скорректировать свои интересы. Дальше. На программировании. Чему мы учим на программировании, хотел бы рассказать. То есть, исторически мы за 6 лет много чего попробовали. Честно скажу, сколько-то лет назад мы изучали C-Sharp, изучали объектно-ориентированное программирование. У нас был опыт, когда мы собирали какую-то группу и преподавали Java. То есть, мы разные языки за 6 лет успели попреподавать, меняя периодически учебные, скажем так, меняя периодически программу. И в конечном итоге у нас все устаконилось к очень простой схеме. Это C++ и Python. То есть, все остальное мы выносим на факультативы. Почему так? Ну, потому что, если мы посмотрим на образовательные программы, которые читаются в университетах, то, наверное, это самые два востребованных языка, которые позволяют нашим ученикам потом быстрее всего адаптироваться. То есть, как бы нам не нравились другие языки программирования, мы остановились вот на этих двух. То есть, в 10 классе мы изучаем C++, объектно-ориентированное программирование на C++, насколько это возможно в тех часах, что у нас есть. Базовый алгоритм мы изучаем. Это теория числа, динамическое программирование, сортировки, бинарный поиск. Ну, вот какие-то вот такие вот вещи. Ну, и также изучаются банальные какие-то структуры данных. Самые простые, стек, очередь, дек. Возможно, некоторые смотрят персистентные структуры данных и так далее. Ну, это как пример, конечно же, тем намного больше. Это вот примеры тем того, что мы смотрим. Дальше. Практикум по программированию. Чем же он отличается от программирования? То есть, я напомню, что программирование – это то, что входит у него в обязательные 4 часа, если он выбрал углубленную информатику. А в практике мы начинаем уже использовать сразу два языка. То есть, мы, в принципе, полагаемся на то, что большинство из них уже питон немного знают. Почему? Потому что они поступили в лицей. Либо они учились у нас в 9 классе, там был питон. Либо мы смотрим на статистику поступающих и видим, что большинство пишут на питоне. Ну, в целом, получается такая картина, что где-то 80% питон уже знают. Мы его быстро-быстро повторяем в сентябре-октябре. Очень быстро. И дальше начинаем уже с ноября месяца писать уже на двух языках в зависимости от обстоятельств. То есть, это либо питон, либо C++. Соответственно, смотрим объект ориентированное программирование, в том числе, оно уже на питоне. И изучаем здесь какие-то более продвинутые алгоритмы. То есть, это может быть теория графов, BFS, DFS, алгоритм DXT, RBI, LUNOFORD, FLOID, CRASCAL. То есть, такие вот известные темы. Те, кто занимается алгоритмами, знают. Изучаем задачи RAMQ, RASQ с известными тоже структурами данных. Ну, и строки смотрим. Хэш-функция, префикс-функция, Z-функция. Опять же, здесь не все темы, только какой-то предварительный набор. И почему именно такие темы, почему мы смотрим в эту область. То есть, практику по программированию, вот если посмотреть на эти темы, может показаться, что мы хотим здесь подготовить детей к Олимпиадам. Нет, это не так. Для того, чтобы понять, что это не так, достаточно зайти на Википедию, Высшей школы экономики и посмотреть курсы, например, Густакашина, Михаила Сергеевича, алгоритмы и структуры данных. Посмотреть, какие там темы. Все. И сразу станет понятно, можно посмотреть алгоритмы структуры данных, которые читаются, например, на прикладной информатике, вышке. И фактически вы увидите те же самые темы. То есть, единственная разница. Ну, наверное, мы вот эти темы раскатываем детям на год, на полтора. А в институте они будут читаться в три раза быстрее. Фактически мы тем самым помогаем нашим будущим выпускникам, ну, хотя бы в курсе по алгоритмам, структурам данных, чувствовать себя уверенно. То есть, если линейная алгебра придется, конечно же, наверное, учить какую-нибудь, то программирование хотя бы им будет полегче. Что мы используем? То есть, ну, наверное, надо сказать большое спасибо компании Яндекс, да? Не знаю, можно ли такую песику говорить. Ну, соответственно, когда-то компания Яндекс разработала Яндекс.Контест, наверное, этому продукту уже больше лет десять, мне кажется, по моим ощущениям. Фактически это некоторая система проведения соревнований, но в том числе на ней можно и проводить какие-то учебные мероприятия. То есть, за счет Яндекс.Контеста мы создаем соревнования, добавляем туда задачи, ну, и ребята их как-то решают. Вот, соответственно, вот сейчас видно, что вот там 36 задач у нас решила Алина и так далее. Кто-то решил 30, кто-то 29. В этой системе есть не самая, ну, есть некоторая система антипагиата, то есть она позволяет проверить нам похожесть решений, например. Также у нас есть какие-то дополнительные инструменты для проверки похожести решений. Ну, а, соответственно, ученик, он слушает тему, лекцию, и потом он пишет код, и вот здесь можно выбрать язык, вот картинка. Здесь приведен какой-то пример кода для какой-то задачи, нажимает кнопочку «Отправить», и если она проходит все тесты, то получается окей. Ну, в общей сложности у нас уже около тысячи задач в этом Яндекс.Контесте, которые мы можем давать нашим ученикам решать. Ну, потихоньку они их решают. Собственно, если вы ранее не общались с данной системой, очень рекомендую. Она абсолютно пока что, по крайней мере, сейчас бесплатная. Достаточно зайти по ссылке contest.yandex.ru, слэш админ, и там запросить доступ. Как правило, мы пока что еще не знаем тех, кому в доступе отказали. Ну, и надо сказать, также эту систему мы активно используем не только для того, чтобы учить лицеистов, она активно, на самом деле, используется в самой выучке в университете, в таких курсах, как программирование, в таких курсах, как алгоритмы структуры данных. Так, давайте вернемся к нашим лицеистам снова. И, соответственно, помимо того, что они могут как-то выбрать свой трек образовательный, получается ситуация, при которой у нас есть еще такой замечательный день, как четверг. Четверг – это когда лицей фактически не работает по большинству направлений, потому что в этот момент времени дети, ученики уезжают в институт. И в институте они учатся на, в университете учатся на одном из выбранных направлений. Это называется факультетский день. Фактически у них пары ведут преподаватели вуза. Две или три пары, я точно не помню. И непосредственно сами занятия, то есть тематика пар, зависит от того, какое направление они выберут. То есть где-то читают программирование, где-то могут давать что-то связанное с инженерией. Здесь наши ученики сами выбирают направление. И вариантов выбора у них здесь много. Они могут поступить на факультетский день, на факультет компьютерных наук, гуманитарной науки и так далее. В целом это тоже позволяет им как-то спланировать свой индивидуальный вектор развития. Здесь есть некоторые варианты ФД. Я бы не хотел сейчас на них останавливаться подробнее, потому что достаточно долго и неинформативно. Теперь по поводу некоторой статистики. Может быть, кому-то оно будет интересно. Но опять же, лицей никак не запрещает никому никакие ЕГЭ сдавать. То есть если человек учится, например, на гуманитарном направлении, у него информатики нет вообще, он может выбрать запросто ЕГЭ по информатике, пойти, написать его на 30 баллов. Мы ему ничего не скажем. Написал, написал. Поэтому у нас есть некоторая статистика. Надо понимать, что если мы эту статистику будем брать именно по математике, информатике и инженерии, она будет выше, а не в целом по лицее. И, соответственно, сейчас у нас по информатике средний балл в этом году получился 83. Соответственно, в прошлом году балл был чуть повыше. Но по сравнению с Москвой мы все-таки так вот в среднем по Москве выросли. То есть в этом году, несмотря на то, что по сравнению с позапрошлым годом балл упал, то есть отрыв от среднего по Москве у нас произошел чуть выше. То есть ЕГЭ мы сдаем достаточно успешно, хотя целенаправленно к ЕГЭ не готовимся. Почему так получается? Ну, просто потому что у ребят много информатики, много программирования. И решать задачи из ЕГЭ для них становится достаточно понятным делом, потому что те темы, которые они проходят, они намного сложнее, чем то, что предлагается в ЕГЭ. То есть им просто получается, надо немного адаптировать те знания, что у них есть, под ЕГЭ. У нас вот такой заход получается. Дальше. Поступление в ВУЗы. Некоторая тоже статистика. Может быть, кому-то интересно. Из 108 выпускников у нас 64 поступает. Ну, так получается, что вышла школа экономика. При этом мы их никак не уговариваем. Они сами делают такой выбор. Ну, некоторая статистика по факультетам из этих 68 человек. То есть получается, конечно же, самая большая популярность у нас это факультет компьютерных наук. Ну, это может быть либо ПАД, это может либо быть программная инженерия, либо прикладная математика, информатика. Ну, кто куда. Собственно, я коротко рассказал про лицей. Если какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Вячеславович, спасибо. Есть ли вопросы у аудитории? Да, Роман Павлович, пожалуйста. Есть у вас дети, когда предоставляете им в 10 классе курсы на выборы, которые мечутся туда-сюда и не могут определиться? И как вы с этим работаете? Мы с этим работаем прекрасно. Мне кажется, мы придумали гениальный совершенно ход. Не я, а лично наше руководство. И у нас дети мечутся не то, что между предметами по выбору, они иногда мечутся между направлениями. То есть сегодня он математика, информатика, инженерия, а завтра он захотел быть дизайнером или захотел быть юристом. У нас есть специальные дни, есть специальные отметки. Это называется юрия в день, когда ты можешь взять и перейти на другое направление, но при условии, что ты сдашь предметы. То есть если ты хочешь сменить профиль, пожалуйста, сдай академическую задолженность, которая у тебя возникла, и переходи. Коллеги, еще? У меня тогда есть вопрос. Хорошо. Владимир Владимирович, я про лицейский день. Вот чему на ФКН учат детей? И только ли учат, или еще есть что-то интересное, что они могут на факультетском дне поделать в рамках взаимодействия с факультетом? Вы знаете, я здесь боюсь наврать все-таки, потому что я преподаватель информатики в лицее, я, соответственно, готовлю их к Олимпиадам, но с факультетским днем, наверное, здесь лучше мне ответит Илья Юрьевич Самоненко. То есть это ближе к нему. Я точно знаю, что они там программируют, я точно знаю, что ребятам очень нравится, они решают задачи. И, соответственно, какие-то подробности, к сожалению, не могу сказать. А можно тогда еще один вдогонку в эту сторону вопрос? А может быть, они какими-то чаяниями, просьбами делились, может быть, говорят, вот мало нам программирования, хотим еще больше программирования, хотим густокаша на себе в преподавателе. Ну, я образно, конечно. Ну, нет, у нас каких-то таких вещей не было, но когда кто-то чего-то хочет, например, если кто-то хочет густокашина, то ведь, пожалуйста, онлайн-лекции густокашина, их запись, она доступна абсолютно в открытом доступе на сайте Вики. Доступ к контестам они могут запросить, написав густокашину, он обычно своим не отказывает. Это, соответственно, ну, как у меня сложилось впечатление, то есть, пожалуйста, то есть, все же, что делается на факультете компьютерных наук, она абсолютно все открыта. То есть, не делается какой-то большой тайны из программы того, что мы читаем, лекции онлайн, так вообще все открыты, любой желающий может посмотреть. Но единственное, что доступ к задачам надо будет запрашивать, если кто-то хочет со стороны порешать. Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы, комментарии, предложения? Нет, спасибо большое, Владимир Вячеславович, за ваше выступление, за очень информативное. Я думаю, что коллегам было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера и дня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok